75 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. В память о погибших защитниках Отечества горит вечный огонь. Установлены стелы и мемориальные комплексы, в которым приходят люди, чтобы отдать дань памяти и уважение всем тем, кто ковал победу на фронте или в тылу. Но есть могилы героев, о которых мало кто знает. И сегодня мы хотим рассказать об истории жизни нашего земляка Пётра Семёновича Заморкина, который погиб при освобождении станицы Славянской в 1943 году. Могила 17-летнего Петра Заморкина, 77 лет, находилась в огороде его родного дома по улице Кубанской, 98. Там его похоронила мама после трагической гибели в марте 1943 года. Что здесь покоятся юные герои, знали только родственники. Они обратились к поисковикам отряда «Кубанский рубеж» с просьбой извлечь останки, а впоследствии их в торжественной обстановке перезахоронить. Парень погиб 23 марта, в день освобождения Славянска на Кубань от немецко-фашистских захватчиков. При наступлении советских войск стало известно, что отходя фашисты заминировали водокачку. Несколько ребят, в числе которых был и 17-летний Петя Заморкин, решили её разминировать и помочь нашим солдатам. Но сделать это не удалось. Водокачка взорвалась, унеся жизни юных героев. Пётр Семёнович, тогда ещё мальчишка, 17-летний, с такими же двумя или даже тремя. Их было много, но они вот погибли во время взрыва. Водокачку всё-таки не смогли разминировать. Водокачка взорвалась, погибли. И погиб и наш парень. И вот он теперь бедный лежит, уже 77 лет, вот здесь у нас. Бабушка всю свою жизнь хотела, чтобы его перезахоронили. Благодаря поисковикам, останки 17-летнего героя были излечены. Их передали в администрацию на хранение. После подготовки всех необходимых документов, Петра Заморкина похоронят с подобающими ему почестями. А о его отважном поступке узнают жители Славянской на Кубани. Анна Монастыренко, Павел Трифонов, программа «События».